В 2018 году принц Гарри и Меган Маркель отправились в официальный тур по Австралии. Это был первый заграничный визит герцога и герцогини сосекских. По словам королевского биографа Тины Браун, поездка далась жене принца Гарри тяжело. Меган испытывала негативные эмоции, находясь в командировке с мужем, и хотела поскорее завершить тур, думайте, Меган была в восторге. Нет, на самом деле она ненавидела каждую секунду поездки. Она не понимала, почему все так организовано. Да, ей было приятно видеть тысячи людей, но она думала, в чем наша цель. Я не понимаю, рассказал эксперт. Напомним, два года назад супруги обосновалась в Монтисито, где приобрели особняк за 14 миллионов долларов. В прошлом месяце они впервые за долгое время отправились в совместное путешествие в Европу. Пара посетила в Нидерландах открытие Invictus Games – международного соревнования бывших и действующих военнослужащих. Появление монарха и его ближайших родственников на легендарном балконе Букингемского дворца является одной из главных традиций королевской семьи. Именно отсюда они приветствуют подданных во время Труппинг-Зе-Калор, торжественных парадов, свадеб и коронаций. Накануне стало известно, что появление королевы Елизаветы II на грандиозном торжестве в честь ее 70-летнего правления никоим образом не гарантируется. Однако королевские эксперты уже начали предсказывать, что может произойти, если ее величество не посетит праздник в свою же честь. Так, Анджела Левин первая предположила ход событий в разговоре с GB News. По словам королевского биографа, если королева не сможет появиться на балконе во время празднований, никто из членов ее семьи также не должен этого делать. Левин отметила, что отсутствие монарха может помочь решить королевскую головную боль, связанную с появлением принца Гарри и принца Эндрю на торжественных мероприятиях. Оба за последние два года серьезно подмочили репутацию королевской семьи, их присутствие на празднике Елизаветы II может быть воспринято неоднозначно. Я не думаю, что родственники должны выходить на балкон без королевы. Это ее день, ее возможность поблагодарить всех. Отсутствие монарха также решило бы проблему принца Фендрю и принца Гарри. Раз балкона не будет, не смогут же они толкаться локтями и драться за позиции, кому стоять рядом с Елизаветой II, сообщила Левин. Отметим, что семейная привычка выходить на балкон Букингемского дворца во время праздников стала заслугой королевы Виктории. В день открытия Великой Выставки в 1851 году она спонтанно решила поприветствовать многочисленных людей, собравшихся у дворца. Спустя семь лет ее величество предложило родственникам снова выйти на балкон в честь свадьбы ее дочери и оказать внимание подданным, которые выкрикивали поздравления, стоя под окнами. В этом году появление королевы Елизаветы II остается под вопросом в связи с ее состоянием здоровья. К слову, в феврале ее величество заболело коронавирусной инфекцией, которая дала осложнение на организм. Королевский биограф Джонатан Димблби рассказал о взаимоотношениях принца Гарри и Меган Маркель. По его словам, герцогиня Сосекская оказывает разрушительное влияние на своего супруга. Многие называют отношения пары идеальными. Впрочем, некоторые сомневаются в искренности чувств пары. В эфире программы Ани Квестионас Джонатан обвинил Маркель в лицемерии. Последнее слово, как отметил эксперт, всегда остается за герцогиней Сосексой. Она водит его за нос. Когда я знал его принца Гарри, он был совершенно очарователен, прекрасный, замечательный молодой парень. Не самый яркий в мире, но действительно душевный. События развиваются так, что Гарри и Меган будут все менее ценными членами общества. Они оба станут старше и потеряют ценность тех имен и регалий, которые есть у них сейчас, рассказал журналист. Мы точно знаем, что Сара Фергюсон – любительница интересных и нестандартных аксессуаров и обуви. Буквально на днях своим внешним видом герцогиня отправила важное сообщение. Йоркская вышла в свет в черном платье, красном пиджаке, напоминающем мундир, и замшевых лоферах с вышивкой главного правила королевской семьи. На одной туфле красовалась надпись «Никогда не жалуйся», а на другой «Никогда не объясняй». Данная фраза является негласным девизом британской короны, который придумала еще королева-мать. В британской королевской семье существует давняя традиция избегать критики, держать голову опущенной и смотреть вдаль, особенно, когда дело касается прессы. Кризисы приходят и уходят, и люди подвергаются критике со стороны СМИ, которые затем находят себе другую жертву, отметила королевский эксперт Пенни Джуно. Ну а что касается обуви, известно, что эти причудливые черевички произведены американской обувной компанией Делтор, которая специализируется на роскошных вечерних лоферах и макосинах. Туфли производятся в Италии, а их цена начинается от 400 долларов США. Лазерная гравировка или нашивка на заказ обойдется клиенту в дополнительные 40 долларов США. К слову, Сара Фергюсон является большой поклонницей яркой обуви. Однажды она появилась в ярко-розовых туфлях на плоской подошве от британского бренда French Soul. Данная пара была сделана в стиле Алисы в Стране Чудес, ведь на одной туфле можно было разглядеть надпись «Съешь меня», а на другой «Выпей меня». Также Сара просто обожает принт с бабочками и носорогами. А вот когда дело доходит до сумок, то Фергюсон любит похвастаться своими дочерьми. У Сары есть шоппер от Ани Хиндмарч, на котором изображены сияющие лица принцесс Беатрис и Евгении. После того, как в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркель отказалась от своих королевских полномочий, они переехали жить в роскошный особняк в Монтисито, Калифорния. С того времени в их жизни много что изменилось. Например, герцог Сосекский начал периодически посещать психолога ради своей супруги. Дело в том, что во время своего пребывания в США внук Елизаветы II заметил большую разницу в британском и американском подходах к терапии. Он обсудил этот вопрос с учредителем Линкет Инридом Хоффманом в подкасте «Мастерсуэвскейл», а также рассказал о личном опыте. «Рид, ты абсолютно прав насчет культурных различий, они огромны. Здесь, в Калифорнии, вы говорите, например, я попрошу своего психотерапевта позвонить вашему. В то же время в Великобритании это звучит так «какой психотерапевт? Чей психотерапевт? У меня нет психотерапевта. Я никогда не беседовал с психотерапевтом. Я, вероятно, был очень близок к полному срыву множество раз, когда всевозможное горе, всевозможная ложь, заблуждение и прочее обрушивалось на меня со всех сторон», — поделился герцог Сосекский. По словам Гарри, все его психологические проблемы связаны с ранней потерей матери, принцессы Дианы. Он сообщил, что «отключил все свои эмоции за последние 20 лет, и только в зрелом возрасте он решил обратиться за профессиональной помощью». К слову, именно Меган Макрель настояла на том, чтобы он пошел к психологу. Кроме того, герцог Сосекский добавил, что с помощью терапии он получил один из самых больших уроков в своей жизни. «Иногда вам нужно вернуться назад и справиться с действительно неприятными ситуациями, обработать их в голове, чтобы иметь возможность исцелиться. Что касается меня, терапия дала мне возможность справиться с моими проблемами. Вот почему я сейчас здесь. Вот почему моя жена рядом со мной», — искренне поделился принц Гарри. Отметим, в прошлом году было объявлено, что герцог Сосекский возьмет на себя роль главного сотрудника компании, занимающейся вопросами ментального здоровья. Он работал над распространением информации о важности психического благополучия вместе со своим братом, принцем Уильямом, и его женой Кейт Миддлтон. Тем не менее, тогда он сказал, что это все еще табуированная тема в Великобритании. У принца Эндрю снова проблемы. Накануне издание Daily Mail сообщило, что сына Елизаветы II могут лишить титула герцога Йоркского из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуфре. По словам издания, после единогласного голосования городского совета принц Эндрю лишился награды «Свобода города Йорка», «The Freedom of the City of York», которая была присуждена ему в 1987 году. Кроме того, Эндрю назвали полным позором во время внеочередного собрания членов правительства муниципалитета. Советники призвали запятнавшего репутацию принца отказаться от титула герцога Йоркского. Поскольку королева лишила его воинских званий и королевского покровительства, мы считаем правильным разорвать все связи принца Эндрю с нашим великим городом. Почетная свобода Йорка – это высшая награда, которую мы, как город, «можем оказать тем, кто представляет самое лучшее в Йорке», – заявил исполнительный член Совета по культуре и досугу Дэрил Смолли. Однако, лишить человека герцогского титула официально может только парламент. Совет также отметил возражение общественности, призывающей запретить принцу посещать скачки в городе. Другой представитель, в свою очередь, сказал, что в будущем его следует называть Эндрю Виндзор. Напомним, что в прошлом году американка Вирджиния Робертс Джуффре заявила, что принц Эндрю неоднократно насиловал ее в несовершеннолетнем возрасте. Как сообщает Вирджиния, это происходило в доме его друга, влиятельного американского миллионера Джеффри Пштейна, которого обвинили в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей.